Здравствуйте, уважаемые друзья! Поскольку вопрос длинный, я решил его зачитать, прежде чем, собственно, поеду и буду на него отвечать. Итак, добрый день, Сергей! В одном видео ты сказал, что заявление на рабочую визу необходимо обязательно подавать в стране, где ты находишься. Мне интересно, при подаче заявления, чтобы получить рабочую визу в Канаде, нужен ли контракт или какой-то документ от работодателя? И если он нужен, то как его делают? Возможно ли найти работу в Канаде с Францией? Если возможно, то как? Еще интересует, сколько денег приблизительно надо на 75 человек в месяц. Ну, собственно, сейчас на этот вопрос постараюсь ответить. Поехали! Итак, отвечаю на вопрос. Соответственно, часть первая о том, откуда надо подавать документы на рабочую визу. На рабочую визу надо подавать документы не там, где ты находишься, а на рабочую визу надо подавать документы из той страны, где ты имеешь право легально находиться на срок более чем 6 месяцев. То есть, в принципе, если вы студент, если вы рабочий, который работает в другой стране, в иной стране, кроме страны, где вы имеете гражданство, то вы из этой страны имеете право подавать на рабочую визу. То есть, еще раз, подавать документы вы должны из той страны, где у вас длительный легальный статус пребывания. Длительный статус – это статус, который подразумевает жизнь в стране более 6 месяцев. Соответственно, исходите из этого. Далее, поскольку автор этого же вопроса сегодня задал вопрос о том, может ли он подавать из Франции документы, если человек находится во Франции на законных основаниях не как турист, а как студент, как рабочий, как, не знаю, беженец, как еще кто-то, то он имеет право подавать документы на рабочую визу в Канаду. Далее, что касается наличия документа. Вы не можете подавать документы на рабочую визу, не имея контракта с работодателем. Я об этом уже много раз писал и говорил, отвечая на вопросы, что для того, чтобы получить рабочую визу в Канаде, за вас должен ходатайствовать, хлопотать работодатель в Канаде. То есть, он, во-первых, это очень важно, не всякий работодатель в Канаде имеет право нанимать иностранцев. То есть, во-первых, этот работодатель должен иметь право нанимать иностранцев. То есть, он должен получить право на LMA, по-моему, да? Соответственно, он должен доказать Министерству иммиграции о том, что он не может найти работника на ту же самую профессию на местном рынке труда. Он искал, искал, но не нашел. Ему очень это важно. И он должен оплатить за обработку досье кандидата в Министерство иммиграции 1000 канадских до. То есть, при выполнении этих условий он выполняет, он, точнее, выбивает для вас квоту на визу. И, соответственно, вы, после того, как он выбивает квоту для вас на визу, подаете документы в том посольстве, в той стране, где вы легально находитесь. Дальше вам присылают документы, точнее, вам присылают форму на медосмотр. Вам, вас обязывают принести справку из полиции, милиции о том, что у вас нет никаких судимости и так далее. Вас проверяют безопасность. После этого, если у вас все нормально складывается, вам дают добро на получение рабочей визы, присылают письмо, что вы должны присылать паспорт, туда вклеивают рабочую визу, которую, соответственно, вы развениваете потом на рабочую простыню уже при въезде в Канаду. Далее вопрос, как искать работу дать. Вариантов два. Либо вы приезжаете сюда как турист, и все время, что вы здесь легально находитесь, допустим, до шести месяцев, по-моему, сейчас по туризмам люди можно находиться, и все время, что вы здесь находитесь, вы бегаете по собеседованиям и ищете такого работодателя, который соответствует всем указанным выше правилам. Либо вы ищете в интернете, через интернет, через всякие разные сайты по поиску работы, проходите собеседование через скайп, и, соответственно, после этого, опять же, при условии, что это работодатель имеет право нанимать иностранцев, вы с бумажкой от работодателя о том, что у него все в порядке, что он имеет право вас нанимать, уже кофером, идите в посольство и подойдите документы на рабочую визу. Второй вариант, он, конечно, больше для уникальных специалистов, если вы, скажем, не какой-то уникальный специалист, простой, наверное, человек, который, как я, как, не знаю, как большинство из нас, то второй вариант, он, скорее всего, не прокатится по той простой причине, что работодателю нужен сотрудник, как правило, вчера. И никто не будет ждать примерно год времени от момента начала процедуры подготовки документов до получения вами рабочей визы. Это просто, ну, не в интересной никакой компании, скажем так. Поэтому, поэтому, самый реальный вариант, если уж вы сильно так настроились на работу в Канаде, это приехать сюда, как турист, быстро-быстро найти работу, начать, возможно, нелегально там подрабатывать, пока работодатель вас готовит для министерства миграции. Потом вы уезжаете, у вас, получается, в работе там какое-то количество месяцев паузы, ну, по крайней мере, работодатель знает, что вы приедете, вы делаете свои бумаги в той стороне, где вы находитесь, и, собственно, вы свободны. То есть вы получаете визы, приезжаете уже работать на легальных основаниях. Такая полусерая схема, но она, мне кажется, более-менее реальна. Теперь, что касается вопроса о том, сколько надо денег для того, чтобы прокормить семьи из пяти человек, ну, я думаю, что ориентируйтесь на сумму не меньше, чем полторы тысячи долларов в месяц. Это вот исключительно базовые расходы какие-то. Желательно, конечно, иметь там от двух тысяч, чтобы более-менее спокойно дышать, более-менее нормально питаться и снимать более-менее нормальную квартиру. Большая часть расходов, конечно, у вас будет забирать. Жилье, многое зависит от того, в какой провинции вы поселитесь, в каком городе вы будете жить. Жилье будет варьироваться, условно говоря, от 700-800 долларов до полутора тысяч долларов. Соответственно, вот, сходите из этого. И, собственно, сейчас опять же вспомнил, что человек, который задал этот вопрос, еще спросил, есть ли какие-то преференции для людей, которые подаются на эмиграцию из Франции. Неважно, из какой страны вы подаетесь на эмиграцию, вот просто вообще неважно, подаетесь ли вы на эмиграцию из Франции, из Китая, из Бангладеша, из США, из Парагвая. Вы все проходите абсолютно одну и ту же процедуру. Единственное очень важное существенное отличие – это то, что если вы подаетесь из страны Первого мира, скажем так, которые, естественно, относятся Франция, то вы будете ждать меньше процесса рассмотрения, потому что очереди в нормальных белых странах они значительно меньше, чем в странах второго, третьего эшелона, скажем так. То есть если в странах Первого мира вы пройдете весь процесс, условно говоря, за год-полтора, то в странах второго, третьего дивизиона вы будете проходить процесс в течение от трех до восьми лет, в зависимости от страны. Так что вот такая ситуация. Серьезно подумайте по поводу того, какой вариант вам выбрать при поиске работы. На мой взгляд, еще раз говорю, что самый реальный вариант – это приехать сюда и поискать работу, пока вы заходитесь с туристом. Если, конечно, вам позволяют средства для того, чтобы это сделать. И важный момент, очень важный момент – обращайте внимание, имеет ли право работодатель нанимать иностранцев. Еще раз повторяю, еще раз хочу подчеркнуть это, чтобы вы понимали, что далеко не каждый работодатель имеет право нанимать иностранцев. Для этого нужно получить компании, работодателям специальное разрешение из Министерства иммиграции. Если его не будет, то весь проект наема вас, как иностранцев за границей, он накрывается медным тазом. Он не будет реализован. Не тратьте ни свои нервы, ни свои деньги, ни свои силы. Все, друзья мои, на этом видео заканчиваю. Желаю вам всего самого хорошего. И до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok